Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в Christian Land! Давненько у нас с вами не было каких-либо распаковок, в этом году их вообще было мизерное количество, можно по пальцам посчитать, но я вам хочу дать обещание, что в 2024 году будет огромное количество всяких обзоров, в общем, много интересностей вас ждет, кое-какие новые локации, в общем, об этом чуть позже расскажу. Этот видос не об этом. Как вы знаете, я прошел на своем канале Человек и Паука 2 полностью, прохождение есть, плейлист оставлю в описании. Большое спасибо всем тем, кто смотрел это прохождение, кто его проходил вместе со мной, особенно спасибо тем, кто писал комментарии. Также я во время этого прохождения разыграл паучий бокс, который уже, скорее всего, на момент, может быть, выхода этого видоса уже доставлен победителю. Там постеры, там фигурка фанка, даже две, по-моему, в общем, точно не помню. Вот, картинка на экране, можете посмотреть, какой классный розыгрыш был. Чтобы не пропускать подобные розыгрыши, вам нужно подписаться на мою интеллегу, тоже ссылка будет в описании. Там я буду обо всем как раз-таки рассказывать, о ближайших розыгрышах и так далее. В общем, ну, сегодня у нас самый главный гость программы — это вот эта коллекционка Человека-паука 2. Как только ее вообще анонсировали, я сразу же сказал себе, что неважно, что там будет помимо статуэтки, я обязан взять эту коллекционку, потому что эту вселенную Человека-паука я просто обожаю. Кстати, мнение об игре выйдет буквально через пару дней после выхода этого видоса, потому что я на момент записи этого видео еще не выпустил все части прохождения, там буквально пару частей осталось, поэтому мнение выйдет чуть позже после этого видоса. Поэтому обязательно ставьте лайк и пишите комментарии, если хотите увидеть мнение как можно скорее. И я как большой фанат этой вселенной просто был обязан забрать эту коллекционку, потому что у меня есть и паучья PS4 Pro по первой части игры, офигенная, с классным дизайном. PS5-ю паучью я не брал, объясню немножко, наверное, быстро почему. Суть в том, что она не такая уж и суперэксклюзивная, как была эксклюзивная PS4 Pro, потому что PS4 Pro, у нее не менялись какие-либо панели, а тут в PS5 можно просто купить отдельные панели и отдельный джойстик с пауком. Ну, как-то это не так уж и эксклюзивно, что ли. И плюс, когда вышла PS4 Pro паучья, ее было безумно тяжко достать где-либо, и в Москве, и в других странах. Но вот эту PS5 Pro, она продается практически везде. Вы зайдите на любой даже иностранный сайт, на Амазоне, не знаю, на огромном количестве сайтов, где продается техника и так далее. Гиковский магазин, там и здесь это паучья PS5, потому что она была выпущена в огромных количествах. В общем, поэтому я ее брать не собираюсь. Джойстик обязательно возьму, может быть, панели возьму, если я их найду. Пока что я их, кстати, не видел нигде, именно панели. Вот, вот так выглядит у нас сама коробка от коллекционки. Она очень классно стилизована. Здесь у нас сбоку вот такой логотип Человека-паука. С другой стороны тоже логотип Человека-паука. Что еще? Сверху у нас название игры Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2. Так, спереди что тут у нас? Логотип игры. Вот таким образом он выглядит. Так, и что еще? А, ну и сзади наполнение всей этой коробки. Насколько я вижу, здесь всего три предмета, что, конечно же, немножко скудно, весьма скудно, могли что-нибудь придумать. Но давайте об этом позже. Я, в общем, не буду тянуть. Так, вот здесь те, кто работал, наверное, над этой коробкой, насколько я понимаю. Так, что тут у нас? А, нет, тут-то перечислено то, что в этой коробке находится на разных языках. В общем, давайте ее потихонечку вскрывать. Я тут на стуле немножко в высоком уселся, поэтому мне немножко неудобно вскрывать. Но я попытаюсь сделать это именно на камеру. Здесь чуть-чуть скотч отлетим. Приклеим его обратно на коробку. Так, давайте смотреть. О, прикольно открывается коробка. Так, хочется, конечно, ничего не порвать. Но тут внутри, получается, еще один бокс. Давайте его достану. Немножко стремно, если честно. Ну, давай же. Понял. Придется вот так делать. Вот так. Так. Давайте аккуратно. Не хочется ее помять, вот эту коробку стилизованную, красивую. Давайте ее отложим вот так сюда. Так, и смотрим, как выглядит у нас бокс. Ну, это дальше у нас идет тут просто черная коробка. Вот так она выглядит. Она абсолютно черная. И здесь такой большой, красивый логотип паука. Я даже думаю, что логичнее поставить эту коллекционку именно вот таким образом. Ну, я имею в виду коробку сохранить и где-то поставить. Она будет четко смотреться. Я где-нибудь ее пристрою обязательно в офисе. Может быть, у себя посмотрим. Кстати, новый офис вам скоро покажу. Так, ну что. Давайте дергаем вот за эту ленточку. Заветную, так скажем. Так, и как она тут открывается-то? А! А, понял. Окей. Так. Переворачиваем. О, какой кайф. Как будто айфон открываю. Но от айфона уже нет таких ощущений. А вот от коллекционки одной из моих самых любимых игр, конечно же, есть. Вот это вот кайф. Вот так. Такс, я открыл вот эту часть с логотипом. Я ее сейчас отложу пока. Так, первое, что меня встречает. Смотрите. Во-первых, вот так это все выглядит. Здесь какая-то вот такая красная защита, что ли. Правильно будет ее, наверное, так назвать. И здесь сверху лежит, насколько я понимаю, стилбук. Стилбук очень красивый. Он запечатан в пленочку. Давайте я его возьму. Он такой очень легенький. Классненький. Прикольный. Это как будто, знаете, диск, что ли. Но я не знаю, там есть игра или нет. Я, кстати, насчет этого вообще не в курсе. Потому что игру я уже давно купил. Как только она вышла, 20 октября. Вот, поэтому не знаю. Посмотрим. Вот так выглядит стилбук. Он пока что в пленочке. Но он уже... Я вижу, что он уже очень красивый и безумно классный. Поэтому давайте его пока что отложим куда-нибудь. Только куда, я не знаю. Так, пока сюда отложу. Так, и дальше мы рассмотрим. Дальше. Что у нас идет дальше? Дальше идет инструкция. Идет инструкция, которая показывает нам, каким образом нужно собрать статуэтку. Вот инструкция. Сейчас я буду разбираться. Надеюсь, не тупану. И все четко соберу. Такс. И что, это все? Стилбук и статуэтка? Ну, ладно. Давайте. Смотрите. Надеюсь, вам видно хотя бы немножко. Давайте вскрывать эту красоту. Да давай же. Такс. Вау. Круто выглядит. Я уже вижу. Хоть там еще один пакетик. Вы знаете, упакован на славу. То есть, я боялся, что, ну, хотя еще не вечер, что какая-то деталь будет сломана или еще что-то. Но пока что выглядит все достаточно надежно. Поэтому давайте дальше скрывать. Давайте я вам покажу, как все выглядит внутри. Видите? Здесь такой пакетик еще сверху, чтобы ничего не поцарапалось, чтобы все было гладенько и четко. Давайте. О, надеюсь, вы слышите. О, да. Как же это приятно. Несколько вот таких пакетиков. Кто любит СМР, ловите. Так, откладываем. И тут меня уже встречает Веном и как раз-таки два паука. Я эту статуэтку видел вживую в магазине. Она была рядом с коллекционкой за, получается, стеклянным стендом. Вот. И я уже видел ее вблизи. Я сейчас сам наглядно вместе с вами посмотрю и выскажу свое мнение по поводу этой статуэтки. И стоит ли она вообще покупать эту коллекционку. Я на нее потратил, я вам сейчас скажу, сколько. Так. Ну, около двадцатки, может быть, тысячи рублей. Около восемнадцати, мне кажется, даже. Нет, семнадцать. Семнадцать тысяч рублей она мне стоила. Да, семнадцать тысяч рублей. Не буду ни преувеличивать, ни принижать. Семнадцать тысяч. Так, даже не знаю, с чего начать. Так, окей. Я предлагаю... Что-то я слишком к статуэтке рано перешел. Давайте с вами вскроем вот эту вот штуку. Вот этот стилбук, который может быть еще и внутри как диск. Я не знаю. Без понятия. Этого я не знаю. У меня, к сожалению, нет никакого ножика. Поэтому буду вручную, ногтями давайте вскрывать и смотреть, что это такое. Потому что я пока что не совсем понимаю, то ли это артбук, то ли непонятно что. Ну, прикольный стиль у этого стилбука. Он такой, знаете, переливающийся. И сразу мне напомнил... Ну, это диск, скорее всего, да. И он мне сразу напомнил карточки Героя Злодея по Человеку-Пауку, где были различные рарные карточки, которые можно было поймать в пакетиках. Там, по-моему, в одном пакетике шесть или восемь штук. Я еще пытался достать новые пачки, но пока что мне этого не удалось сделать. Если вы найдете где-нибудь продавца, кто продает новые пачки карточек Человек-Паук-Героя Злодея, я свои потерял. Вот, поэтому я бы хотел купить и вскрыть. В общем, стилбук выглядит потрясно. Здесь крутой арт из игры. Здесь у нас Веном, Майлс Моралес и Человек-Паук, собственно, как и статуэтка и так далее. Главные, так скажем, лица этой игры. Сзади у нас ничего прям суперинтересного нет. Здесь просто баннер с логотипом и названием фонда Гарри и Питера. В общем, давайте вскрывать, смотреть, что у нас здесь внутри. Я вообще без понятия вам честное слово говорю. Я даже не знаю. Вот сейчас вообще ничего не понял. Вообще ничего не понял. Здесь нет диска от игры. Так и должно быть или нет, я, честно вам скажу, вообще не знаю. Надо посмотреть, будет обзорчики на ютубе после этого. У людей-то в коллекционке есть диск или нет? Я, честное слово, на момент записи видоса об этом вообще ничего не знаю. Я думал, ну открываешь, знаете, коробку от игры, стилизованную, эксклюзивную, но там нет самой игры. Как это работает, я не знаю. Будет прикольно, если я после видоса сяду, открою ютубчик, посмотрю, а у людей есть диск, а у меня его нет. Ну, здесь у нас получается Deluxe версия. Ой, Deluxe версия. Да, Deluxe версия игры и Digital версии игры. Безумно странно, ничего не понятно, вообще ничего не понятно. Поэтому эту красивую коробочку я закрываю и откладываю. Я очень надеюсь, что... Это, конечно, немножко неправильно звучит, но надеюсь, что у остальных тоже нету диска, как и у меня, потому что это будет максимально странно и максимально тупо. Ладно, переходим к тому, за что вообще я заплатил деньги. В основном это, конечно же, за статуэтку. Давайте я ее буду потихонечку вскрывать. Так, первым у нас идет, давайте сразу вам скажу материал. Материал такой, знаете, резина. Не резина, а... Ну да, твердая такая, твердая резина. Я вот сейчас смотрю на паучка, и мои первые впечатления в целом неплохо. Да, неплохо, могло бы быть лучше, но я, типа, вот если ставить оценку вот этой вот фигуре, так скажем, Человека-паука из игры, я бы ей поставил, ну, 8 из 10. 8 из 10, окей, хорошая. Прямо каких-то супер-помарок я не вижу, просто, не знаю, как будто в цвет, что ли, слегка не попадают. Как-то он ярче в игре, не знаю. Ну, поза прикольная, классная. Мы еще ему сюда паутину прицепим, и он будет стрелять паутиной Венома. Поэтому, ну, Питер выглядит прикольно. Хорошо, 8 из 10, это отличная оценка, ну, по моим меркам, поэтому нормально. Окей. Что у нас дальше? А, Веном вместе с Майлзом идут, и их нельзя раздельно никак отсоединить. Поэтому сейчас буду вытаскивать... Воу. Звуки такие, знаете, стрёмные. Текст, окей. Та-дам! Отметем в сторону все плохое. Отметем тот факт, что в коробке с игрой нет диска для того, чтобы играть в эту игру. Но эта статуэтка Венома — это нечто. Она выглядит просто потрясно. Она из такого же материала, что и Питер. То есть это такая твердая-твердая резина. Не могу сказать точно, что будет, если вы уроните эту статуэтку. Я думаю, она может сломаться в любом случае, потому что резина, она... Тут такая, знаете, жёсткая. Может быть, это даже не резина, а похожий материал на резину. В общем, посмотрите на эту красоту. Но тут без комментариев. Майлза давайте сейчас рассмотрю вместе с вами. Ну, кстати, Майлз немножко грязненький. Сейчас я его вытру слегка. Вот у Майлза побольше помарок. Не знаю, с чем это связано, но чуть побольше помарок. Но в плане детализации и точности самого, так скажем, персонажа из игры нормально. То есть тоже 8 из 10 я могу поставить. Прикольно. Синяя энергия классная, полупрозрачная. Похожая, как у Hot Toys. Но у моей фигуры Hot Toys она жёлтая, а здесь она синяя. Вот. Ну, короче, прикольно выглядит Майлз. Очень здорово. Здесь его Веном хватает за ногу. Беспощадно хочет его съесть. Такс. Окей. Это всё, конечно, круто. Это всё офигенно. Так, давайте я отложу немножко вот так вот сюда. Этого Венома шикарного. Такс. Окей. Вот у нас Питер. А где паутина-то? Не вижу пока что. Окей. Откладываем этот пакетик. Вот здесь он, наверное, да? Давай. Да. Это она. Вроде бы всё, да? По инструкции вроде больше ничего не должно быть. Где она? Ну ладно, бокс. А, вот она. Вижу. Такс. Сейчас посмотрю по инструкции. Ну да. Только вроде бы она. Да. Только она должна быть. Окей. Сейчас буду всё это собирать. Тут какие-то вот такие штуки есть. И всё. Больше ничего. Серьёзно. Это немножко странно, конечно. Посмотрите. Больше ничего нет. Ладно. Сейчас подниму эту штуку. Посмотрю, может, пот что-то есть. Да. Очень скудно. Я в шоке, если честно. Блин, он уронил. Ладно. Так, откладываю эту штуку пока что вниз. Так, вот паутинка. Паутинка, ну, она какая-то не паутинка, что ли. Как будто просто палочка какая-то волшебная, блин. Из Гарри Поттера. Посмотрите. Ну, как-то несерьёзно, не знаю. Не особо. Окей. Как это всё крепится? Дело. Так как паучок очень лёгкий, я ему, получается, вдеваю в руку достаточно глубоко, прям по локоть, можно сказать, эту паутину. Вот таким образом это всё выглядит. Беру Венома. И получается, вставляю, да? Как бы это сделать так, чтобы... О, всё. Вроде встал. И, в принципе, она быстро и легко собирается, поэтому никаких сложностей у меня с этим не возникло. И вот так смотрится общая композиция. Ну, композиция смотрится просто офигенно. Веном тоже немножко грязненький, но оттирается нормально. Веном выполнен просто офигенно. Он точь-в-точь как из игры. Он очень устрашающий. У меня нет ни одной статуэтки с Веномом. Я давно хотел. И вот, наконец-то, у меня теперь такая штука есть. По сути, вы платите как бы только за статуэтку. Ну, там есть диджитал-версия игры. Блин, надеюсь, она мне не понадобится. Но вроде она мне не нужна, насколько я помню. Наверное. Ладно, посмотрим. И вы, по сути, платите только за это. Как бы игра окей, да? Ну, игра... Ну, сколько она стоит? Ну, 4 тысячи рублей. Ну, окей, считай, 13 тысяч рублей стоит вот эта штука. Стоит ли она 13 тысяч? Скорее, да, чем нет. Потому что, ну, я немножко разбираюсь на вот этом рынке фигурок и так далее. Я понимаю, что сколько стоит. И в целом, окей. Но! В целом, коллекционка... Да, возможно, эта статуэтка ее вытаскивает. Но, вы знаете, они могли бы просто ее, не знаю, продавать... Как-то я странно сказал продавать. Могли ее продавать просто отдельно, не называя это коллекционкой. Ну, как-то это слишком неколлекционно, что ли. То есть, ты ожидаешь от коллекционки чего-то, ну, большего. Гораздо большего. Какие-то классные приколюхи, я не знаю, кружку какую-нибудь. Ну, что-то по типу того. Неужели фантазия закончилась на том, что вы даете коробку от игры, где нет самой игры, где нет диска? Вот эту статуэтку, да, она крутая. И все. И игру. Это... На этом все. То есть, могли бы сделать артбук классный. Артбук они, конечно же, будут продавать отдельно. Потом за отдельные деньги. Это не будет ходить в коллекционку. В баксах, не помню, сколько это стоит. 120, может быть, долларов или 130. Лучше бы они уж сделали за 200 долларов коллекционку. Мне кажется, это не слишком уже такая большая разница. Но добавили сюда бы чего-нибудь новенького, классного, интересного. То, от чего обычный фанат Человека-паука, фанат этой игры, купив коллекционку, скажет Sony спасибо. Реально спасибо, потому что, типа, за те деньги, которые я заплатил, я получил классные эмоции, получил классные штуки в коллекцию. Допустим, за эту статуэтку, да, можно сказать спасибо, но язык не поворачивается, так сказать, учитывая, сколько она стоит. Поэтому спасибо, тут нечего говорить. Я купил, как бы, за деньги, и все. То есть не хочется. Знаете, нет вот этой благодарности. Когда ты покупаешь Marvel Collector Corps за 30 баксов, и у тебя там две фигурки, футболка, значок и так далее, всякие классные штучки, тебе хочется сказать фанка спасибо, даже учитывая то, что ты для них, как бы, потребитель, и ты платишь им деньги, да, но все равно хочется сказать спасибо. В этом случае, к сожалению, к моему глубокому сожалению, сказать спасибо не хочется. Вообще никак. Поэтому вот такая вот коллекционка, я просто вообще в шоке, честно. Это слишком скудно, слишком плохо. Я не знаю, как-то очень-очень скучно. Что скажете? Напишите, опять же, свое мнение в комментариях. Обязательно в телегу тоже переходите. Я там, может быть, заведу тему под отдельным постом. Перейдете в комментариях, сможем там пообщаться по этому поводу, через голосовые, допустим. В общем, обсудим эту коллекционку. Ну, я немножко, конечно, в шоке. Слишком плохо, но статуэтка топовая. Я сейчас на нее смотрю. Вы сейчас тоже видите какие-то кадры. Ну, выглядит она офигенно. Ничего не сказать. То есть, в этом плане все окей. Но, если брать в общем и целом коллекционку, не очень. Поэтому такие вот дела. Я постарался сделать этот обзор каким-то более информативным, чтобы высказать вам свое мнение. Поэтому обязательно оставляйте лайки, пишите комментарии. Мне будет, правда, очень приятно. И обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Постараюсь выпускать такие приколюхи чаще, какие-то обзоры на какие-то штуки и так далее. И также подпишитесь на мою футбольную телегу. Я создал отдельный телеграм-канал футбольный. И там я буду всякое футбольное интересное тоже выкладывать. Поэтому всем удачи. Всем пока-пока. Плейлист с прохождением уже на канале. И также мнение об игре выйдет тоже совсем скоро. Поэтому пока-пока. Не прощаюсь. Слишком плохо. Слишком.